Сейчас, поскольку я болею своим проектом, я сейчас делаю большой проект, касающийся Холодной войны, я исследовала огромный пласт истории российско-американских, советско-американских отношений при посильной помощи и гаженье в эти отношения Великобритании. И могу сказать, что, конечно, сегодня мы наблюдаем некий новый виток Холодной войны, и только, скажем так, возможность и попытки держаться нам вместе и консолидировать тех, кто был когда-то огромной великой страной. Да, у нас были недостатки, да, у нас была неправильная политика, в том числе в области вооружения, которое разоряло экономики и любой республики. Безусловно, и наносило ущерб населению, но сейчас мы переживаем несколько иной этап. Мы поняли и мы, безусловно, оценили ошибки прошлого, и я надеюсь, что это как раз тот этап, когда можно говорить о плодотворном, о важном сотрудничестве, который может в результате нашей консолидации, консолидации наших народов, при сохранении независимости, при сохранении четкого суверенитета, при сохранении, скажем так, собственных интересов, и не наступая на горло собственным интересам. При этом, мне кажется, что нам стоит, конечно же, продолжать и наращивать сотрудничество. И вот, например, тот же самый вопрос с санкциями, он и показал, насколько, так сказать, перспективно наше сотрудничество, даже по продовольственной, элементарно по продовольственной линии, которая для Белоруссии крайне важна. Есть безусловные перегибы какие-то, но, тем не менее, мы, мне кажется, очень спокойно и, так сказать, комфортно вышли из этой ситуации, заменив привычные, так сказать, импортные продукты продуктами из Белоруссии и дав шанс, собственно, и своим производителям, и белорусским работать на этом поле. Я считаю, что это пошло, ну, только на пользу. Это удивительно, но это реально пошло на пользу. И мне кажется, что, начиная вот с каких-то таких малых вещей, кончая какими-то острополитическими моментами, мне кажется, у нас нет противоречий. Мне кажется, что мы можем только наращивать сотрудничество вопреки. И не то чтобы назло, а просто параллельно не обращая внимания на какую-то злобную и европейскую риторику, и не говоря уже о заокеанской.